Я хочу такую вещь. Надо хорошо понимать, что быть праведником, которому хорошо, это нелегкое испытание. Я объясню вам. А враг, который получает какие-то копейки, и всего хватает на жизнь, ему целительно легко отделить десятину для помощи бедных и поддержки торгов. А вот когда какой-то миллиардер, который зарабатывает 200 миллионов в год, выделит МАСЭР 20 миллионов, одна история с Рамштейманом. Был период, когда несколько людей, которые помогали Ишимам, они полетели, то что называется. Один из них приехал к Рамштейману, проводил не с претензиями, жаловался о жизни. Вообще спросил, а Сокрин зарабатывал в год 100 миллионов, а Сокрин давал 2 миллиона, а ты же ничего не давал. В Рамштейману был такой совет, люди, которые готовы об этом услышать, давать не МАСЭР, не 20, а половину. Чтобы быть, что его дело, это было не просто дело из ДК, а дело поддержки торгового месяца всем еще. Это был совет, который давал очень многим людям. Кстати говоря, я знаю таких людей, которые так себя вели. И на Русской улице религиозной, один знакомый, Сокрин в жизни лично не разговаривал, много нам помогал, им не было, я знаю от него достоверно, что он давал половину. Пока он работал, сейчас он в России не работает, но я думаю, что я знаю еще таких людей. Это в двух словах надо хорошо знать, что выдержать испытание богатством, это гораздо тяжелее, чем испытание бедностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...